Применение пыток Сегодня в нашем офисе проекта «Пытком нет» снова Станислав Морозов, бывший заключенный, работавший на администрацию СИЗО номер один города Пенза. Именно благодаря ему весь мир сегодня узнал о кошмаре, с которым приходилось сталкиваться заключенным в тюремах. Мы не осуждаем Станислава, ведь он сам мог подвергнуться ужасающим пыткам и истязаниям, если бы пошел против преступной системы УФСИ. Мы, напротив, благодарны ему за смелость, за то, что ему удалось вывести из тюрьмы десятки гигабайтов ужасающих фото и видеоматериалов, которые мы показали всему миру. Сегодня у нас заключительная серия фильма Капа, но перед началом ее просмотра обязательно подпишитесь на наш канал, поддержите видео лайком, чтобы как можно больше людей узнали об этом кошмаре. Привет, зрители! Привет, Стас! Всем привет! Сегодня у нас заключительная бонусная серия нашего документального проекта Капо. Остальные серии вы можете посмотреть на нашем канале. Итак, Стас, о чем сегодня пойдет речь? Ну, сегодня я, когда я только освободился с Наташкой, мы вроде договорились, она даст мне оборудование. Я встречусь с Боцманом, кто не знает, да, это вот персонаж из пресс-хаты, который меня пытал, да, и подбил на работу, к работе на администрацию. Вот, и это единственное, да, вот с кем я виделся после тюрьмы. Я вообще считал, да, интересный персонаж для того, чтобы, во-первых, мне интересно узнать, как он вообще докатился до жизни такой блатной. Вот, и потом уже, да, работа на администрацию, и просто стало интересно, да, с ним пообщаться. Это действительно вышло интересно. Ну, и как теперь живет Боцман? Реально ли он исправился, как ты считаешь? Ну, я не знаю, там, исправился ли он, нет, да, но он сколько в общей сложности отсидел 16 лет, и вроде вышел, он уже освободился, да, так вот, ну, давно. Это сейчас вот он по какой-то мелочевке в очередной раз попался, и то снова вышел. Ну, надеемся, будем надеяться, что исправился. Хорошо, давайте посмотрим. Да, давайте. Ну, вот, друзья, и все. Приехал я, значит, к Боцману на район. Райончик здесь такой себе, но я думаю, еще покажу потом. Ну, вокруг здесь обстановочку такую российскую. В общем, спасибо. Движению пыткам нет, что дали мне, значит, видеокамеру, все, микрофон, эту, как он у них называется, петличка. Также вот штатив. Сейчас будем у Боцмана брать интервью. Вот он удивится, когда меня увидит. В общем, узнаем, как он вообще, ну, в уголовной жизни, да, вот, криминальным, криминальным как-то элементом стал, или как это правильно называется. Как он первый раз сел, сколько вообще сидел, как он вдруг стал работать на администрацию, как так же и сложилось. Вот, ну, и узнаем, раскаялся ли он. Вроде как он даже в Бога поверил, там, в Бога подался. О, как раз хорошо это на фоне, такая российская помоечка, да. Ну, здесь район весь такой же. В общем, сейчас все узнаем. Я думал, он бросил пить, типа, все уже, да, стал порядочным человеком, но когда мы с ним созвонились, он такой, так скажем, нетрезвый был, просил его похамелить, поэтому сейчас зайдем, что-нибудь чему купим. Я не пью еще с момента, да, как сел, да, отсидки, поэтому как так. Ладно, сейчас зайдем. Блин, стыдно покупать, портвейн просил. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Ну, все, вот как раз заходим в Скидкино здесь, на районе. Ну, Джек Дэниелс, он еще не заслужил. О, вот такой вот возьму. Кавказ. Так, друзья, все купил, сука, было реально стремно портвейн покупать. Там ребята покупают нормальную выпивку, нормальную закусь. Вот, ребят, ну, тут такие вот дома, они снаружи такие обшитые сайдингом. На самом деле, там внутри кошмар что творится. Ну, хорошо, хоть так, снаружи сделали нормально. А то могли бы просто баннерами заклеить, и в каждом окошке, знаете, по две дырочки сделать, чтобы люди в окно смотрели. Вот. Ну, сейчас к боссу мы зайдем, сейчас еще внизу все, ой, внутри все покажу. Посмотрим, так того цвета нет, босса нет. Ну, босса, наверное, внутри, в доме у нас. В принципе, должен... Вон, окошко открыто. Здрасте. Босса, мы в дом, что ли? Да. Все, заходим. О, блядь, в очках ничего не видно. Вот такой вот падик у него. Великодуховный. А, что там? А, я думал, это петля издалека. Но вот здесь только вешается. Фу. Так, все. Он у нас сюда, вот. Так, вот все, заходим. Значит так, здорово. Босса, здесь что? Босса, спичь, что для тебя, опять же, он порос. Здорово! А, что лицо ци, никогда успел, но пицит. Здорово. Да, ладно, так, главное для интервью. Че это? Ну, наверное, на кухню лучше снимем, там это, вид получше. Ну, а сейчас сначала я тебе отдам, что это обещал. Так. Вот так вот Босса живет. Ну, это что мы под съемку сделаем? На, подержи. Сейчас я тебе. Да, стану, а то подписчики скажут, там зрители наши, что ничего тебе не купил. Значит, бутылка называется венок, это Кавказ. Любишь Кавказ? Нет. А ты куда снимаешь свою шкурку? Похвастаться, что ли хочешь? Вот, это Босса, он меня, значит, пытал там в тюрьме, вкапливает его. Ну, ничего, сейчас Босса расскажет все. Ну, что, давай выпивай, начнем сценарий снимать. А там девчонки ждут из этого, пытки нет. Так. Вот такой вот вид из окошка у него. Все, рассказывай, как живешь. Север, что ты еще? Ну, ладно. Ладно, сейчас он покурит очень, друзья. Бахнет, обхамерится и начнем снимать репортаж наш. Будет мой первое интервью, так что, если что-то там не получилось, вы уже, извините. Нажигалка у меня еще нет. Я бросил курить, кстати. Наверное, надо похвастаться. Вот теперь эту хуйню курить. Что? У меня есть жигалка, я же говорю. Я бросил курить. Ну, там на кухне кто-то есть спросил. Сейчас Босса курит. Ротманс. Так, я звонила сестра. Там нужно ее встретиться у нас с детьми. Посмотрим так. Ну, что, так неплохо живет, да? Здесь вот только это обои переклеить. Ремонт сделать. Прямо здесь можно и санузел еще воскнуть. Я хотя не знаю, вообще не так можно делать, все равно нет. Ладно, лишним не будем, да? Там уже девчонки с чего нарежут, что нужно, что не нужно. Здравствуйте, товарищи. Да и сейчас еще представишься. Это Босса Виталия. Босса Виталий. Но сейчас нет, интервью будет у нас на профессиональную камеру, так под съемкой, там уже все. Ты давай это, открывай бутылку. Надо показать. Пока мукуешь? Конечно. Это твоя жизнь. А я думаешь, умеешь, что ли? Девочки не травы не кладутся. Ты что ж какой, ты вроде с опытом, так скажешь. Но я не знаю, как он открывается-то. Вот незадача, засада. Парень, всем привет. Всего хорошего. Пью очень много. А я уже по тучке сказал, говорю, он все, исправился. Ну, короче, людей больше в тюрьме не пытает. И к Богу он пришел, все. Сейчас он все расскажет. Все строгое. Вот все у меня. А, вот, кстати, спаси сохраняю. Все понятно. Ладно, пока на паузу нажмем. Что, справился, что ли? Справился с бутылкой. Что-то как-то резко потемнело здесь, помните. Вот так и живем, так и живем в России. Так. Хотелся колу взять, а что-то пока сидели там, запретили все дорогое. Какое-то говно Байкал там. Ну, выберешь, пожалуйста. А что, светлое? Я думал, это портвин какой-нибудь будет. Нет. Что это такое, что это здесь напиток-то? Я не знаю, как вино. Ладно, вино обычное. Ну, да. Ну, что, пошли. Ну, давай докуривайся, сейчас там надо на кухне снять. Там получше, да, какое-нибудь интервью сейчас, чтобы и камера там вместилась и все. Ладно, короче, увидимся уже в нормальном интервью. Сейчас все разложим. Если вы стали жертвами пыток со стороны МВД и Левсин, не бойтесь, обращайтесь к нам. И не забывайте, также мы предоставляем рекламные услуги. А большую часть вырученных денег направляем на борьбу с пытками и произволом в России. Как сказал Бернард Шоу, при хорошей рекламе и товар не нужен. Сидишь и ждешь клиентов, выложив картинку с длинным текстом? Сиди и жди. 90% твоих клиентов не читают текст. Привлеки внимание к своей теме, а мы тебе в этом поможем. Качественные рисованные дудл-видео, рекламные, анимационные и мультипликационные видеоролики, а также профессиональная современная видеоинфографика. Честное и ответственное сотрудничество гарантировано. Пиши нам на почту yukafilmsobacamail.ru прямо сейчас и точно останешься довольным на 100%. Да, обстановка в его комнате однозначно не очень. Но хотя бы не пытает и не бьет людей. Но выпивает. Ты с ним сейчас видишься, общаешься? Ну, в редкий раз. Мы живем не так далеко. Но как видимся, не созваниваемся, но иногда видимся. Просто привет, привет, пока, пока. Ну, я его ни разу не видел в таком-то агрессивном, по крайней мере. Ну, кроме как тогда в следственном изоляторе, а так. Сейчас вроде нормально. И небольшой бонус в конце, друзья. Ботсман согласился дать нам интервью и рассказать, как и за что он сидел. Да, ну сейчас я вот немножко тоже поправлю. Первый раз я шел вообще от себя, снимал. То есть первую серию, которую мы увидели, это на камеру для себя опять решил свою блогерскую деятельность вспомнить. А вторую уже вот это спасибо Наталье и всей организации под конец, что далее, еще раз говорю, мне оборудование. Что, смотрим тогда? Так, друзья, всем еще раз привет. В общем, меня зовут Станислав Морозов, как вы знаете, и Виталя Ботсман. Сегодня мы у него в гостях. Это тот самый, да, который меня пытал. Да, сейчас Ботсман все. Да. А расскажешь, наверное, вкратце зрителям будет интересно, вообще, твоя, как ты стал частью этого криминального мира. Как ты, сколько всего тебе отстилел? 16 лет. Неплохо. Сколько тебе было как первый отстилел? Это какой год был? 17 лет. 89 год. Ой, я только через 3 года родился. Да, в общем, расскажись, как ты, когда первый раз попался, за что? 145 статья. Практически, ну, не бандитизм, а грабеж. Вот. Грабеж, в общем, ограбил, ну, человека, который получал много денег. И мне казалось, что это хорошо. Ну, разбогател сам-то? Нет, не разбогател, но, как бы, хотелось так, что разбогателись. Вот. Просто такой человек был, нехороший. Это по малолетке еще или нет? Да, по малолетке. И сколько тебе было? 17 лет. 17. И сколько тебе дали, получается, в первую очередь? 7 лет. 7 лет. Первый раз 7 лет. Так, я понял. А второй раз? Трасс 9. А, то есть ты два раза все сидел, в общем, уже 16 лет. 16 лет. То есть сколько у тебя прошло? Вот ты первый раз сидел, а сколько ты на свободе был? Промежуток даже года не было. Ни хера, ты рецидивист. А второй раз человек? Ограбил тоже бизнесмена. Ну, из-за того, что он, как бы, ну, людей обманывает. Хотелось бы так сделать. Хорошо, как Робин Гуд. Да. Ну, вот, правильно. То есть, как это получается, то есть 9 лет, это ты в каком году вышел? В 2007. Да, 2007 год. Это, как там у нас говорится, это, верните мне мой 2007. То есть, а как ты, получается, по полной получил? То есть, у тебя не было особо в порядке рассмотрения дела, как от смягчающего? То есть, что ты уже признал, который ты не признал? Я не признал ничего, но я не признал из того, что потому что я понимаю одну вещь, единственную. То, что те люди, которые обманывают, ну, людей, которые обманывают, вот, то, что их нужно наказывать. Ну, это, с одной стороны, логично, да, но с другой стороны, есть закон, да, поэтому тебя так же по закону... Ну, нет, по закону, да, но я их тоже по своему закону. Как бы заказал. В общем, ты че, что из-за пыток нет, из-за движухи будут это, если ты, да, зайдет, то задавайте вопрос с этим девчонкам. Девчонки, я надеюсь, опубликуют это у себя в передаче в этом фильме. Да. И если что, задавайте вопрос у Ботсова, он уже ответит на все ваши вопросы. Теперь, да, интересно. В общем, я тебя, конечно, прощаюсь за то, что меня пытал работать. Ну, это... Вот, ладно, да, вопрос не будет, просто человек так же, там, немного в такой ситуации оказался, что пришлось. Вот, скажи, как сейчас у тебя после, да, тюремной жизни, очень все... Остабодился, женился, родил ребенка, и решил завязать. Но не получилось. В очередной раз, он в третий раз заехал там вообще ненадолго, вот, когда мы с ним увидели... Полтора месяца, да, я сейчас, ну, только освободился. Вчера. Вот, поэтому за полтора месяца мы, как бы, ну, сказали со мной поговорить, чтобы я дальше работал, да. Вот я вышел, у нас там еще Саня сидит, мы с Саней там, это, отдельно разберемся. В общем, скажи, как говорят, ты, да, к Богу пришел? К Богу пришел, да. Вот мне, спасись, сохрани, кольцо, вот. Сейчас я покажу. Вот. Иконечка моя. Вот так вот, друзья, не нарушайте закон. В общем, с Ботсманом мы все, в общем, теперь, друзья на больно, они больше не будем совершать никаких преступлений, Саня выйдет, займемся нормальными, порядочными документами. Диван, а очень чего хочешь пожелать, да, зрителям, чтобы как-то аккуратнее были, не попадались? Парни, девочки, парни, чтоб все было хорошо в своей жизни, всегда, держи себя в руках, всегда, ничему вот не нужно лишнего ничего, просто держи себя в руках, всегда, всего лишь. Ну, я думаю, для этого, для этой серии подойдет, да, у нас, я просто говорю, первый раз интервью беру, потом уже разберемся, если еще в дальнейшем продолжим. Ну, ладно, спасибо, Виталий, вот он, все. Не знаю, может быть, интервью, конечно, короткое получилось, но первый раз, мне простите, если что, девчонки там, извините, ну, вот он, нормально, я думаю. Сыгра, никогда интервью не давал на телевизор? Я? Да. Ну, я тоже, так что, будем первый раз. Ну, посмотрим, что у нас получится. Так, давай, для камеры, для протокольной съемки прощаемся. Вот он, давай. Прощаемся. Да, ну, все, пойду отвозить девчонкам, короче, видеозаписи. Друзья, на этом наша история проекта КАПО заканчивается. Как вы думаете, это хороший конец или нет? Пишите в комментариях. Стас, ты что думаешь? Ну, я не знаю, как здесь итоги, да, подвести. Просто еще нужно думать, да, как там с Александром Смирновым будут обстоять дела, потому что, говорю, я еще раз не знаю, там, я, он мне не звонил, если он освободился, и как там будут, будем следить за новостями, потому что, если он освободится, я думаю, еще будет продолжение. Если освободиться не скоро, значит, мы будем следить. А что вообще слышно про Александра Смирнова? Ну, говорит, последнее, что я слышал, вот те кадры, которые мы уже вставили, там, по-моему, в предыдущей серии, да, что он пересекался с нашим потерпевшим, и тот вроде как обещал, что сейчас мы все в одной лодке, и там даже какие-то общие темы мутить, я, как бы, не знаю, меня пока никто не трогал, меня никто никуда не звал, поэтому пока же, слава богу, пусть они там, если хотят, сами разбирают. Я почему спрашивать, ранее речь шла о том, что ваш же потерпевший обещал скоперироваться и вытащить его из тюрьмы, верно? Ну, да, вот о чем я сейчас и говорил, да, это там, я не знаю, там, правда, чем все это закончится. Будем смотреть. Друзья, мы завершаем проект ХПО, подписывайтесь на наш канал, обещаю много нового и интересного. Ну, все, всем пока. Если вдруг ты, сука, ляпнешь, что в России все так плохо, уедешь на двадцатку, как кумир Навальный Леха, жизнь в России лучше всех, так говорят нам депутаты, кто не верит депутатам, ждет беседа с Капом, мы живем в самой прекрасной падла, стране на свете, на Вашингтон напишем, на надугной ракете, не нравится Вали, инагент ты, либераст, а у нас тут будет жарко, отдыхает Алькатрас. Капо! Добро пожаловать в фресхату, здесь ребята ждет вас за грехи распада. Капо! Здесь тонут все, словно козята, они услышат, не придут, не дождешься адвоката. Капо! Добро пожаловать в фресхату, здесь ребята ждет вас за грехи распада. Капо! Здесь тонут все, словно козята, они услышат, не придут, не дождешься адвоката. Капо! Добро пожаловать в фресхату, здесь ребята ждет вас за грехи распада. Капо! Здесь тонут все, словно козята, они услышат, не придут, не дождешься адвоката. Капо! Добро пожаловать в фресхату, здесь ребята ждет вас, За грехи расплата капа Здесь тонут все словно козята Не услышат, не придут Не дождешься адвоката